Филостиктоз не был. А, фарша? Фарша была. Была. Вот смотрите, еще раз повторюсь, да, и будем одновременно сравнивать с филостиктозом. У меня нет патерапии с филостиктозом, хотя все, как бы, ну, наверное, я не знаю, в вашей зоне, наверное, надеюсь, что такого нет, когда в литератовой пишут, что там раз в два года бывают такие места, где раз в два года 50-70% листьев поражаются филостиктозом. Я, честно говоря, не видела такое сильное развитие. Ну, конечно, бывают вот эти беднышки коричневые, которые, в зависимости от того, какой возбудитель, то есть там возбудители, которые вызывают это заболевание, их несколько. Самый распространенный это филостиктоналий, он вызывает вот этот вид, когда есть коричневая пятышка светлая, есть кайма, а есть возбудители, которые не дают кайму. Впечатление такое, как будто это вот пестициды там попали и лист обожгли. Вот, но если, как вы понимаете, что вы работали хорошо, фарша спора была нормальная, ожога вы сделали, там бак у вас здесь была такая щадящая, все хорошо, и вы понимаете, что, да, ну, или вы сдали на анализ куда-то в лабораторию, вчера, правда, выяснилось, что давать особо некуда, но куда-то вы сдали, нашли таких скульпенцев, они вам определили, что это филостиктоз или буропеднистоз. То есть самое главное, что вы должны помнить, что яблоки, кроша яблони зимует на подвигах, да, вы помните, комедиалиспродолжение бывает, но вообще в основном на растительных остатках, на листах. В том числе и буропеднистость, она тоже зимует на листах. Только если большая таска спора, то там комедиальное спороношение. И если мы уничтожаем, ну, паршу, так сказать, убираем листовой аппарат, вот этот, чтобы он перегнил, то точно так же не будет, первичная инфекция, не будет разглоса первых спор у филостиктоза. Дальше мы по яблони ставим, ну, частенько бывает, да, медь там в системе, зеленый конус, вот этими распускающимся почкам у филостиктоза, и эта фаза считается самой опасной, вот заражение, когда бочка заражается и так далее. У филостиктоза там несколько наоборот получается, потому что молодые листья менее восприимчивают ее бурой педнистности, а наоборот более восприимчивают старые листья. И поэтому усиление вот вертоносности бурой педнистности происходит во второй половине вегетации. Если у нас одновременно прибудут присутствовать две инфекции, то получается, что в ранний период у нас будет парша, скажем, там до конца июня это опасность будет, да, а с начала июля у нас будет филостиктоз. И против бурой педнистности практически все те же препараты, которые есть по парше, но единственное, что показывает практика, и то, что вот пишет литература, то, что я читала и смотрела, как бы, что медные препараты по бурой педнистности не работают. Я взгляд, что это провокует, пишет парше. И поэтому, вот если у вас преобладает, там, или равнозначно споршой есть бурой педнистность, есть масса других контактных продуктов, которые вы можете поставить вместо, в том числе там, там, да, на бурой педнистности. То есть, пожалуйста, набор препаратов небольшой. То есть вот это первая обработка медью, там, вторая обработка, да, когда уже появляется лист, когда у нас листья еще лежат, которые будут разбрасывать споры, то есть лучше тогда медью не увлекаться. А так все остальное, то есть, иди с тем, что это суммчатая стадия относится к спосфорам, да, то есть грибам, то понятно, что все, что равен против этой группы, то есть три основы, да, те же стабилурины, снесевые продукты, то есть все, пожалуйста, используйте. Причем там, наверное, нет такого, что вот. Обычно всегда, когда проводят исследования, когда его сдавали сегодня, когда по новому продукту, бурой педнистности, это большая бурой педнистность. Вот я думаю, что обратите внимание, что медь не работает, или даже провоцирует развитие наливания. По-форшему напоминают, да, что мы работаем первой половине вегетации усиленно с интервалом 4-5 дней перед светением, после светения до полного круглого большого ореха лещины. Дальше вот интервал там 7-8 дней может быть. И уже во второй половине вегетации, когда у нас уже устанавливается жарко-сухая погода, если ваша зоня, она есть там в июле-августе, мы обработки проводим с интервалом 14-18 дней, но, пожалуйста, только не делайте так, что вы вообще ничем не работаете. Потому что в этом случае все равно будет происходить заражение. Вот, причем, видите, вот здесь, когда повышается температура, то есть я обращаю внимание, что и в начале сезона, когда 0 градусов, ну, если бы, 3 градуса, все равно заражение может произойти, потому что их должен быть ухажен достаточно сильно. И в конце, когда температура повышается, там, 25-26 градусов, августе, там, среднесуточная температура, все равно заражение может произойти, только тоже должно быть увлажнение листа. Понятно, что при такой температуре лист высыхает гораздо быстрее, и шансов, что он будет увлажнен, там, извините, там, 30-32 часа нет, но если дожди, вот, зарядок дожди такие мелкие, и они будут сутки идти, там, или полтора суток, то, пожалуйста, уходит для заражения. Тем более, что если она у вас источник, ну, инфекция, там, первичная или вторичная, все равно есть, потому что перекреть лист полностью точно не сможет, даже если там вылетит 100 килограмм дадить азотных удавлений, так сказать, по осени, он точно весь не перекрет. В данном случае еще хорошо помогает, есть бактериальные препараты, которые способны, бактерии, которые способствуют разложению листа. И если у вас из хода в год есть закопление инфекции, вы понимаете, что вы все вроде как делаете хорошо, сначала сезон вы начинаете работать, вроде делаете, делаете, все равно в конце сезона у вас достается у вас инфекции на листах, там, большой, то может быть стоит еще добавить почву, ну, как бы, обработать вот лист или приспольный, как бы, в листах просто пройти и обработать вот биологическими препаратами, вот, которые, да, там просто есть деструкторы, которые нужно запахивать, вот, отдать надо, да, на самом деле, а есть, которые, вот, и есть вактерии, которые просто поливаете, да, и все. Мучнистая роса. Ну, то есть, если по парши что-то не сказала, то спросите. Просто по парши можно говорить долго-долго и, ну, не знаю. Самое главное – спастись от заражения, то есть цветок, когда цветет, понятно, почему я говорю, что работа будет на цветение, потому что, когда открыто, открыт пестик, туда попадает скорая, туда же проникает скорая, ну, это не идеальное спорношение, резко-скорая парши, и произойдет заражение изнутри, дальше это будет. Хотя вот этот период, вот, знаете, бывает иногда, что вместо, где вот есть вот эта, вот этот, водоножка, вот это, где цветочек был, я не знаю, как он правильно называется, он до сих пор, честно говоря, я не знаю, местное прикрепление цветка, где он был. Бывает тогда, что этот аддонс начинает гнить. И, честно говоря, первый, когда я разве на него попадала, у меня был впечатлен такой, что это бактериальный ожог. Тогда он был без эксцутата, и у меня было подозрение, что это был псевдомодез. А потом, когда мы взяли на анализ, там, например, был фузариоз. То есть, во время цветения произошло заражение, вот именно цветок, это был заражен грибом хрустно-санфузарием. И оно потихоньку так, чтобы они были не очень благоприятны. То есть, разбить, вот эта форма была латентная, то есть, скрытая форма. И когда яблоко уже начало подбирать сахара немножко, то есть, для этих грибов, ну, как бы, сахара всегда хорошо. Может, сахара?